Интересно, почему я в электрику своей машины боюсь лезть и обращаюсь к спецам? А в гитарную не боюсь, потому что хорошо её знаю. Думаю, это правильная мысль. Привет, парни! Попала мне вот такая гитарка в руки. Человек её видимо перепокрыл всякими разными химиями. Гитарка, 91-й год. И сейчас надо восстановить электронику. Для этого у меня был передан пакет с богатством. Сейчас посмотрим, что там внутри. Внутри у нас вот что. Так, машинка типа Флойда. Набор строн. Так, детальки, я так понимаю. Механическая часть. Крышка. Непонятного происхождения датчик. Не сильно он похож на Ibanez, но как есть. С четырьмя выводами. Кто-то мотал, видимо. Или перемотал. Так, вот такой у нас есть датчик. Он как-то больше похож уже на заводской. Мы все померяем, все параметры. Дальше что у нас есть? Дальше у нас есть датчик, который тоже напоминает заводской. Но судя по второпластовым проводам, это вряд ли. Тоже либо перемотка. Либо что-то самодельное. Но вот судя по качеству вот этой пластинки, вырезанной на коленке. Кстати, здесь точно так же. Эти датчики не похожи на Ibanez. Дальше что мы имеем? Имеем потенциалометр. Имеем второй потенциалометр. Имеем вот эту крышечку. И пакетик с похуже, что китайскими микриками. Ну, есть такая песня. Я его слепила из того, что было. Мы попробуем из всего этого собрать гитару. Не знаю, насколько она будет Ibanez, но будущее покажет. Поэтому, наверное, начнем с крепежа. Нет. Начнем с измерения датчиков. Посмотрим, что же там накрутили, намотали нам умельцы. Сведем данные в табличку и подумаем. Чтобы не запутаться, поставим сюда единичку. Сюда поставим двоечку. Хотя запутаться тут сложно. Так как изготовление не заводское. Ну, ладно. Здесь даже ничего подписывать не надо. Здесь, похоже, завод. Ну, что и следовало ожидать. Сингл, скажем так, заводской. 6,13 кОм. Это, в принципе, норма. 7,29 генри. Это тоже норма. Это нормальный датчик. Вот смотрите самопалы. Хамбакер первый. 2,7 кОм. Плюс вторая обмотка 2,8 кОм. Даже в сумме эти две обмотки не дадут сопротивления сингла. То есть даже хамбакер, включенный катушками последовательно, будет играть тише, чем сингл. По индуктивности. 2,8 генри плюс 2,4 генри. Это получается около 5,2 генри. Это две катушки в сумме. Сингл фирменный заводской дает 7,29 генри сразу. Ну и второй хамбакер сделан также на коленке. 2,8 кОм плюс 2,6 кОм. В итоге 2,68 генри плюс 2,52 генри. То есть, чтобы заменить по отдаче хотя бы один сингл, надо два таких хамбакера включить последовательно. Вот, то есть, не знаю, кто-то мотал, но, видимо, технологии человеку не позволяли мотать тонким проводом. Мотал потолще, видимо, рвался или еще что-то, или тут что-то тут с магнитной системой. Ну, факт то, что до старенького сингла он даже близко они не дотягивают. На мой совет купить нормальные два хамбакера в этот Ибанес. Ну, по разным причинам, может даже финансово, может быть, веру в какое-то чудо, в связи с верой в чудо. Ну, в общем-то, человек сказал, ставь вот эти. Ну, хорошо, посмотрим, что из этого выйдет. Пока, вот первое чисто инструментальное измерение показывают, что я бы датчики такие не ставил. То, что они классом ниже. А тут даже внешне видно, что это совсем разное. Что дальше нужно сделать? Дальше нужно найти, где начало, где конец у каждой обмотки. Сейчас тоже этим займусь. Начало обмоток каждый пометен маркером. Определяется это с помощью обычного закона физики. Кто не прогуливал физику в школе, сделает это легко. Определить начало и конец обмотки. Так, теперь есть смысл проверить. Тон работает. Громкость работает. Так, средний датчик. Рыжний датчик. Так, отсечка. Один, половинка не работает. Это работает? Не работает. Сейчас работают оба. Так, здесь. Оба. Вот этот не работает. Этот работает. Так, без отсечки. Все выключить. Все. Будем собирать дальше. Экс электроника, думаю, закончили. Вот. Закончил я с электроникой. Все теперь работает. Все проверил. Отсечку. Переключение датчиков. Тон. Громкость. Промыл потенциометры. А вот свой дроузен деталей не хватает. Потеряли где-то при разборке. Вот такую крышечку тоже она не родная. Тут уже сам пусть думает. И ищет оригинал. Смотрю, как будет для чего восстанавливать. Для игры или для, как бы, для коллекции. Ну, тут не хватает деталек. Я землю подключил. Флэйд Роуз я бы, конечно, поставил лучше новый. Ну, впрочем, как и датчики. Ну, вообще, наверное, новую гитару. Зачем вот здесь все стерто? Это я не знаю. В общем, наверное, на этом все. Пишите, спрашивайте, отвечу. Собственно, если есть вопросы. А так, на этом, наверное, пока. Подписывайтесь, жмите на колокол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...